Торговые центры Эпидобстановка в регионе остается напряженной. Ежедневно более тысячи заболеваний. Чтобы остановить цепочку распространения опасного вируса, и было принято решение о введении нерабочих дней. Лучшее, что можно сделать в это время, говорят медики, это по возможности оставаться дома и пройти вакцинацию. Вирус очень опасен, рассказывает Олег Фатенков, главный внештатный терапевт областного министерства. Прошлой весной ему пришлось переквалифицироваться в инфекциониста. На базе клиник медуниверситета развернули госпиталь для больных ковидом. Здесь расположилось более 200 коек. Эта работа, конечно, была колоссальной по напряжению и по степени ответственности. Мы работали в режиме, наверное, военного времени. И мне хотелось бы, чтобы это не повторилось. Ситуация крайне серьезная. Больше того, статистика говорит о том, что Самарская область находится сейчас по заболеваемости на четвертом месте после таких крупных регионов, как Москва, Московская область, Питер. Представляете, это, в общем-то, города не просто миллионники, а огромные города. И то, что мы на четвертом месте, это говорит о крайней степени распространения коронавирусной инфекции. Мы все, к сожалению, сейчас в зоне риска. Однако требования соблюдают не все. По постановлению губернатора, магазины одежды работать имеют право только в случае, если в их ассортименте представлено не менее 30% товаров первой необходимости. На практике же оказалось, что работают и те отделы, продукция которых не попадает в список необходимых для жизни. Руководство мне никакого распоряжения попало до этого. Я имею в виду 30% этого не было. Никакой информации мне не дало. Потому что я точно на работу, работаю. Не появился никаких вопросов? Нет. Ну, мы задали вопрос, что вышло постановление озарова. А что вам ответили? Ничего не ответили. Сказали, от руководства ЦУМ ничего не было. ЦУМ работает. Поэтому мы вышли на работу, как все сотрудники ЦУМа. В этом случае ответственность, говорят юристы, полностью лежит на работодателе. Если факт противоправного действия, в данном случае запрещенной торговли, подтвердится, то руководителю, как юридическому лицу, придется выложить до 300 тысяч рублей. По закону работодатель обязан был перевести сотрудников на удаленную работу, где это возможно. В остальных случаях отправить на самоизоляцию с сохранением заработной платы. В трудном кодексе есть такое понятие, как вынужденный простой. При вынужденном простой работники имеют право уже не на полный объем заработной платы, а работодатель обязан платить не менее двух третий. Если работодатель уклоняется от выплаты заработной платы, поскольку, действительно, это распространенная практика, когда работодатель ссылается на то, что работника на месте нет, он не работает, зачем выплатить заработную плату. Работнику необходимо составлять письменную претензию, а также по возможности писать жалобы в прокуратуру, в трудовую инспекцию и вплоть до судебной защиты своих прав. С простоем в работе падает и выручка предпринимателей. На помощь приходит государство и продлевает ранее успешно внедренную программу поддержки ФОД 3.0. С начала ноября для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей возобновляется выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых. На эти цели решено направить до 20 миллиардов рублей. Обязательное условие остается прежним. Предприятие обязано сохранить в штате не менее 90% сотрудников. Такие проекты уже были. В 2020 году был проект ФОД 2 по ставке 2% годовых. Дополнительная субсидированная мера поддержки – это субсидия на выплату заработной платы в размере одного минимального размера оплаты труда на сотрудника. Нужно понимать, что это мера только поддержки. Она не решит вопрос в сложившейся ситуации полностью. И с экономической точки зрения мы должны понимать, что минимальный размер оплаты труда на текущий момент в Самарской области составляет порядка 12 700 рублей. А реальная заработная плата средняя в Самарской области – это порядка 42 000 рублей. И, конечно, данная субсидия не решит полностью вопрос с выплатой заработной платы и не решит полностью вопрос с налогами на заработную плату. А это еще порядка 30-40% к той сумме, которая была названа. Поэтому данная мера – она вспомогательная. Страдает экономика всех стран. Первым громким звоночком стал обвал цен на нефть в марте 2020 года из-за снижения спроса на топливо. В свою очередь спрос стал меньше, потому как из-за ограничительных мер люди стали меньше перемещаться по стране и за рубеж. В конце первого месяца весны в 2020 году нефть марки Brent стоила порядка 20 долларов, в то время как сейчас ее цена равна примерно 80 долларам. А до пандемийного 2020 года средняя цена составляла 70 долларов. В результате обвала цены последующих ограничений по добыче и экспорт нефтепродуктов в России в 2020 году снизился на 40%. Почти на четверть упал экспорт всех товаров. Такое падение стало самым ощутимым за последние пять лет. Промышленное производство упало почти на 3%. Росстат заявил, что такое падение показателей в промышленности случилось впервые за 11 лет. Отметим, что на промышленное производство приходится 30% российского ВВП. На экране представлен график отраслей, которые пострадали сильнее всего. Мы видим, что, к примеру, самый высокий процент, свыше 15%, приходится на добычу полезных ископаемых. К ним относятся песок и гравий. А самые низкие, но тем не менее, учитывая масштабы производств, ощутимы на металлургию. Будет, конечно, для экономики худший сценарий. И здесь мы можем оперировать статистикой 2020 года. Статистика, она достаточно грустная, потому что на 2020 год закрылось порядка полутора миллионов субъектов предпринимательской деятельности. Это были и организации, и индивидуальные предприниматели, и фермерские хозяйства. По сути, это пятая часть бизнеса Российской Федерации была закрыта. Почти на 15% сократился товарооборот в 2020 году. Конечное потребление населения снизилось более чем на 8%. Люди стали меньше пользоваться платными услугами. ВВП России сократился более чем на 3%, хотя экономисты прогнозировали около 5%. По итогам Россия прошла кризис с наименьшими потерями по сравнению с другими странами. Впервые в истории. В 2021 году наблюдается рост индекса физического объема ВВП России на 0,3%. Несмотря на постепенное оживление экономики, в этом году в некоторых отраслях еще ощущались потери. В регионах больше всего последствия кризиса ощутили представители малого и среднего бизнеса, а также ИП. Эти две недели не принесут такого сильного ущерба для экономики, как это было в 2020 году. Кроме того, разработанные действенные меры поддержки субъектов предпринимательства, в первую очередь, самые пострадавшие отрасли, это будут, безусловно, сферы малого бизнеса и среднего бизнеса. Это рестораны, то есть это предприятия общественного питания, это салоны красоты, студии красоты. Это тот малый бизнес, который не может перейти на дистанционный режим работы. Формат работы на доставку, на дистанционную торговлю – это все-таки другая бизнес-модель и другая сфера. И переход на такую модель для предпринимателей очень часто означает полная смена деятельности, полная смена бизнес-процесса, полная перенастройка. И зачастую такая перенастройка равна по факту открытию нового бизнеса. Если, к примеру, ресторан переходит на режим доставки, то в лучшем случае, говорят эксперты, здесь может идти речь о минимизации убытков, но никак не о прибыли. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, разделил население на две группы. Первое – преимущественно работники госсектора или крупного бизнеса. У них работа и зарплата существенно не изменились, у остальных трудности и с работой, и с зарплатой. В целом бизнес восстанавливается в течение трех месяцев, но это, опять же, оптимистичный сценарий. Если говорить о статистике, то есть ряд сфер, которые не восстановились до сих пор, есть ряд сфер, которые будут еще восстанавливаться несколько лет, потому что буквально недавно закончилась программа льготного кредитования ФОД-2, когда предприниматели брали, опять же, зарплатные кредиты. Они только сейчас по ним рассчитались относительно недавно, и сейчас они, к сожалению, если продлится локдаун, если это будет более двух недель, то предприниматели снова будут вынуждены брать льготные кредиты. На сегодняшний момент располагаемые реальные доходы выросли на 8%. Судя по данным Росстата, это максимальное значение за последние 11 лет. Тем самым сегодня они превышают уровень, который был до пандемии. Вместе с тем восстановился и потребительский спрос. Количество безработных россиян в сентябре этого года приблизилось к историческому минимуму. Как отметила глава Центробанка Эльвира Набиулина, эти факторы могут стимулировать рост заработных плат по стране. Цитата. Высокий уровень занятости и большое количество открытых вакансий должны увеличить конкуренцию между работодателями, что приведет к более привлекательным предложениям для соискателей. Конец цитаты. Конец цитаты.